Да, значит, смотрите, на прошлой лекции мы говорили про коллекции, да, сегодня поговорим про порядочные коллекции, поговорим чуть-чуть про алгоритмы и затронем такой большой блок, связанный с рефлекшеном. Кто знает, что это такое? Прям знаешь или слышал? Я слышал и стал как-то спать. Отлично. Вот, значит, сегодня поговорим про это, ну и в конце будет, собственно, практика на касающихся рефлекшена, это уйдет вам в ДЗ, ну и завтра будем его проверять. По-моему, прикольно, да? Особенно то, чего вы не знаете делать, мне кажется, это самое то. Ладно, поехали. Значит, смотрите, до этого в коллекциях у нас не было никакого способа, то есть мы не вводили никакие ограничения на то, каким образом нам эти элементы сравнивать, да, то есть мы могли сравнить их на равно или неравно. В смысле для упорядоченных коллекций это немножко не работает, вот, и для того, чтобы нам прийти к коллекциям, которые можно назвать упорядоченными, нужно вводить дополнительные какие-то интерфейсы, ограничения и вообще порядок того, каким образом мы их сравниваем. Значит, первый интерфейс, который мы введем, называется Comparable. Вот, как мы видим, этот интерфейс взаимодействует с дженериком, да, то есть мы вместо него можем поставить тот тип, который нам нужен, работать с ним. Вот, у него есть метод CompareTo, который по соглашению возвращает, он может возвращать одно из трех значений, да, то есть он возвращает int, это целое число, значит, ноль мы возвращаем в случае, если элементы равны, да, то есть мы в CompareTo передаем наш объект, да, то есть сравним текущий объект с каким-то, который нам передается, возвращаем ноль в случае, если они равны, и возвращаем любое число больше нуля, типа мы говорим о том, что, да, там, что левая часть больше, чем правая, и если отрицательная, то получается наоборот. Вот, значит, можно, понятное дело, это использовать с типом, с тем же самым типом, с которым мы сравним текущий объект, да, причем если вам передают в объект тип данных, который с вашим никак не сочетается, да, это другой объект, можно там в легкую кинуть classCastException, и в целом вы будете правы. Вот, то есть на самом деле там внутри можно смело кастить, если что-то упало, то, типа, это уже не особо ваша вина. Значит, порядок CompareTo называется естественным порядком, да, что это значит? У нас есть некий набор элементов, и вот если мы реализуем интерфейс Comparable, мы как бы задаем естественный и понятный порядок среди этих элементов. Вот, например, у нас есть класс Integer, да, который в своем описании, как мы видим, там, типа, это final class Integer. Кто скажет, что такое final class? Что это значит? Да, то есть над него нельзя наследоваться. Отлично, он реализует интерфейс Comparable, и получается, как нам в этом случае получить естественный порядок целых чисел? Вообще, что такое, типа, естественный порядок целых чисел? Ну да, то есть на самом деле это наш обычный порядок, там, типа, от минус чего-то до плюс чего-то, или, там, от нуля до десяти. Вот как нам получить, то есть как нам написать эту функцию, да, вот, inCompareTo, чтобы получить нормальный порядок, естественный класс Integer? То есть у нас есть некий объект, ну, там, условно, есть x, есть y, как нам писать компаратор? Ваш вариант. Левый минус правый, что нам это даст? Да, смотри, действительно, есть там вариант сделать, возвращать на compareTo разность элементов, да, причем, типа, если понятно, левое число там больше, чем, меньше, чем правое, это у нас будет отрицательно, и если они равны, будет ноль, и наоборот. Отлично, но здесь есть один нюанс, который нам не дает, там, типа, стопроцентной гарантии, что этот метод сработает. Вопрос почему? В каком случае? Да, отлично, если у нас, допустим, x это IntegerMaxValue, да, y это минус единица, то в итоге мы получим что? И что получим? Да, мы получим, при переполнении, мы получим IntegerMinValue, и получается, что у нас, типа, в конечном счете IntegerMaxValue меньше, чем минус единица, что в целом-то неправда, да? То есть, на самом деле, так писать, конечно, нельзя, в глобальном смысле, да, лучше написать так, что там написать тернарный оператор, где он точно сравнивает, что один меньше другого, и возвращает нужные значения. Вы можете использовать разность, если вы уверены, что ваши элементы, там, не превосходят Integer, там, MaxValue по модулю, это MinValue по модулю, делить на 2, тогда у вас все будет работать, ничего переполняться не будет. То есть, если вы работаете на маленьких масштабах, и вам не надо писать каких-то, там, не хочется писать конструкции, можно использовать разность, но в целом имеет смысл всегда писать, как бы, там, если это, тем более, не так сложно. Отлично, значит, это то, что касается естественного порядка. Значит, идем дальше. Не всегда нам нужно работать только с естественным порядком, да? Хочется иногда накладывать какие-то свои, так сказать, какой-то свой порядок внешний, да, то есть, чтобы элементы сравнивались по какому-то вашему алгоритму или с какой-то вашей логикой. Вот за это отвечает другой интерфейс, называется Comparator, тоже работает с дженериком, и он, типа, есть метод InCompare, который принимает два объекта, то есть, там, левый и правый, и по соглашению вообще-то ровно то же самое, да, то есть, если меньше, то один меньше другого, если больше, то наоборот. Вот. Да, здесь в целом все то же самое. Значит, понятно для того, чтобы у нас там было корректное сравнение наших элементов, нам, как и везде, как мы уже знаем, нужны контракты, в сравнении элементов это еще более чувствительно, поэтому, там, типа, первое, так сказать, первое свойство контракта, все настроения должны быть транзитивны, да, иначе у нас точно все порушится, если вы, там, типа, не будете соблюдать ее, то, там, дальше, то есть, в конечном счете будет непонятно, все-таки, каким образом у нас те или иные объекты упорядочены. Значит, дальше, нам нужна антисимметричность, что это значит? Что если у вас, там, а меньше b, да, то есть, это будет, там, sign, он возвращает знак от вашей операции, да, то есть, если, там, а меньше b, то это, как бы, логично, что, там, типа, b меньше a, да, вот это вот условие ровно про это и говорит, что если мы, там, поменяем наши аргументы местами, то должен поменяться знак, а в целом все должно оставаться так же. Обязательно нужна согласованность с equals, да, то есть, кто помнит, что у нас, что такое equals, я думаю, все помнят, уже не раз про это говорили, это элемент класса object, который также возвращает, типа, равен у нас текущий элемент тому, который мы передаем. Получается, что, если у нас x equals y должно, там, равняться, если мы то же самое действие сделаем через compareTo, на самом деле, можно написать таким образом, чтобы у вас equals и compareTo не равнялся, да, как вы думаете, чему нам это грозит? В каких случаях нам это может обернуться? Сортировка. Ну, сортировка с equals никак не поможет? Ну, на самом деле, смотрите, если мы возьмем какую-нибудь коллекцию, типа, а-ля и рейлист, да, если вы будете там, условно, часть из нее будет делаться, там, по, то есть, equals вы будете делать как equals, и иногда, то есть, искать, допустим, элемент в вашей коллекции через equals, у вас будет один результат, через compareTo может быть совершенно другим, да, то есть, это несогласованность, будет непонятно, типа, что действительно у нас будет возвращать, там, та или иная логика. Да, отлично, что мы на этом все можем построить? Значит, первое, что мы можем построить, это наше упорядоченное множество, да, то есть, это sorted set, то есть, обычно set мы знаем, дополнительные методы, которые у нас даются для того, чтобы увеличить функциональность, это методы first, last, которые возвращают на минимальный и максимальный элемент, что в целом довольно удобно, и возвращают подножество, то есть, мы можем взять head set, там, head set, tail set и subset, да, то есть, понятно, это вернут меньше некого объекта, этого больше, то есть, да, они сравнят, там, по естественному порядку, да, через, получается, comparable, либо compareTo, вот, и там, subset, в случае, если мы передадим туда, там, левую границу и правую, причем, утверждается, что, если мы возьмем, там, все вот это вместе, то есть, head set, там, tail set и subset в одной коллекции, и их равномерно распределим, то оно в итоге вернет исходную коллекцию, там, в заданном, в таком же виде. Да, отлично, значит, да, здесь не написано реализация этого интерфейса, и реализация этого интерфейса лежит в классе 3 set, да, кто, кто вообще знает, что такое 3 set? Ну, да, по названию понятно, а какие бывают деревья? Проходи ли это? Ну, пример деревьев. Бинарные, отлично, какие еще есть? На бинарной деревьев? да, что такое красно-черное? Ну, ладно, давайте в такие детали не пойдем. Вот, да, то есть 3 set, это реализация интерфейса sorted set, там внутри лежит, собственно, красно-черное делево, там, с его плюсами и минусами, но в целом, с помощью него можно так же работать. Значит, дальше есть там некий апгрейд sorted set в сторону, там, того, чтобы мы делали доп. операции в виде найти там максимальный элемент, который больше или меньше, и так далее. а-ля найти там lower, floor, найти максимальный элемент, который меньше заданного, меньше ровно заданного и так далее. Вот, кто знает плюсы, на что это очень сильно похоже? Ну, есть плюсы, какие-нибудь методы, которые позволяют делать операции там lower, higher и так далее. Серьезно? Так, хорошо, кто работал с сетом в полюсах? Давно? Ну, да, то есть там есть, на самом деле, схожие методы, называется lower bound, upper bound, которые находят плюс-минус те, что даже, не помню, в векторе есть. То есть, ну, как бы, в общем, функции полезные, там, для какого-то узкого круга задач, но в целом, регейбл сет тоже, там, у нас получается, реализацию, к сожалению, здесь не написано, я вот не помню, в общем, да. А, и функция descending set, которая возвращает обратный порядок вот той же вашей коллеги, то есть, того же вашего множества, только понятно в обратном порядке. Тоже довольно удобно. Значит, теперь идем к отображениям, с ними все плюс-минус то же самое, это интерфейс sorted map, реализация та же самая, 3 map. Вот, значит, что здесь добавляется? Помимо того, что мы там, мы в множестве могли найти минимальный элемент, максимальный элемент, здесь мы можем делать по, то же самое делал по ключам, то есть найти минимальный ключ, максимальный ключ, и там разные подножества меньше, больше и какую-то подчасть. Вот, с navigable map то же самое, просто количество методов сильно разрастается, то есть мы можем теперь и по ключу, и, собственно, по значению, да, то есть тогда мы делали только по одному значению, здесь мы делаем это по двум, метод, соответственно, в два раза больше. Да, отлично, идем дальше. Очередь с приоритетом. Значит, про обычную очередь мы говорили, да, то есть это некий там контейнер, куда мы можем добавлять элементы в конец, забирать его сначала, вот, причем там, в том порядке, в котором мы тут добавляем и их забираем, он в целом никак нами не, так сказать, не гарантирован, да, здесь получается в priority queue это то же самое, только мы к каждому элементу добавляем некий приоритет, который, то есть и достаем минимальный, да, то есть вы добавляете элемент в очередь, он в зависимости от того, какой приоритет вы дали этому элементу, вставит его в нужную позицию, и, собственно, у вас получается автоматом идет, там, условно, не то чтобы сортировка, а упорядовочен, по некому приоритету, который мы заранее можем задать, там, не знаю, тем же comparable или comparator, да, реализация всей этой штуки сделана двоичной кучей, кто знает, что это такое? Ну, двоичная куча. Слева меньше, справа больше. Ну, вот здесь на примере, давайте посмотрим, что это значит. Вот, если мы стоим в нулевой позиции, то это, типа, элемент 20, смотрим влево-вправо, что мы видим? Ну, вот, да. Справа больше? Больше ли? Не, но не этого числа. А какого? Относительно левого. Да. Относительно левого? Относительно левого? Относительно левого. Которого на компьютерном. Ну, хорошо. Есть ли какая-то зависимость между уровнями? Мне кажется, зависимость только между родителем и его детьми. Вы спускаете просто элементы, которые ниже. Иначе вот здесь вот порядка у вас там на третьем уровне нет никакого. То есть двоичная куча в этом случае, что у вас в вершине лежит элемент, который либо больше, чем его дети, либо меньше. Собственно, от этого она и строится. Там дальше уже можно делать там балансированные кучки и так далее, делать из них какие-то большие истории, чтобы мы там с ними могли работать, но в этом случае это не нужно. Да, пойдемте дальше. Давайте посмотрим на пример. Собственно, это то, что касается сорта сета. Вот, у нас есть некий массив, там, array as list bac, про as list поговорим чуть позже, но суть в том, что array as list дает вам коллекцию в виде array листа, в которой сразу уже есть вот эти вот значения, да, bac. Дальше мы прокидываем это в sort words, где, собственно, мы создаем сорта сет, добавляем все туда наши слова и печатаем все наше множество. Ну и, понятно, в том порядке, в котором есть, получается, в каком порядке мы печатаем наши слова. То есть, какой здесь порядок? То есть, мы видим a, b, c. Как он это вывел? Да, отлично. Почему он решил печатать именно в таком порядке сорта сет? Ну, потом спросим по-моему, хип приемли. Кроши, если код примет какой-то, получится, что сначала фавит раньше стоит. Да, отлично. А кто это решает, как печатать, в каком порядке? Таблица астринга. Да, отлично. На самом деле, у нас внутри класса string, он реализован метод компарабл, то есть, реализован интерфейс компарабл, в котором естественный порядок говорит то, что вы говорите. То есть, у нас там элементы или наши строки, они идут от меньшей к большему в зависимости от каких-то кодов, там, не знаю, ASCII, Unicode, не так важно. Отлично, вот, значит, первая часть понятна, мы распечатали естественный порядок, давайте теперь порядок немножко поменяем. Вот, создаем теперь другой сет, вот, создаем его экземпляр, экземпляр класса 3 set, и говорим о том, что давайте теперь мы будем, зададим порядок на этом множестве, так как нужно нам с помощью класса компаратор. То есть, мы создаем объект класса компаратор, где внутри у нас есть метод compare, куда приходят два объекта, ну, собственно, мы зададим, получается, обратный порядок, да, то есть, мы сравниваем по-естественному, добавляем минус, ну, и понятно, что если у вас раньше а было меньше b, то из-за минуса у вас будет наоборот, а больше b. Собственно, делаем все то же самое, добавляем, печатаем, какой порядок мы получим? Да, то есть, мы получим порядок c, b, ровно из-за того, что при каждом сравнении sort и set будут заходить в этот метод и уже смотря вот на тот порядок, который мы дали внешний, там, типа, упорядовать наши элементы. Отлично, здесь есть вопросы? Давай. Компаратор и comparable. Отлично, то есть, comparable у тебя реализуется, то есть, да, comparable у тебя реализуется, смотри, да, значит, у тебя компаратор принимает два значения, типа, первый, ну, то есть, левый и правый, то есть, ты ему даешь пару и говоришь, обозначь мне некий порядок между этими двумя элементами. Вот comparable в твоем случае, он принимает один аргумент, да, одно значение, и его должен реализовать тот класс, на который ты нагладываешь порядок, да, то есть, ты, не знаю, взял свой класс, заимплементил interface comparable и, получается, внутри под методом реализовал сравнение себя с кем-то, да, то есть, ты как бы не можешь сделать, там, вот здесь вот там создать new comparable, здесь резервят все, что ты хочешь, потому что comparable, он задает не то, как ты будешь упорядовать элементы, упорядочивать элементы в моменте, а то, как ты в целом будешь работать с неким классом, ну, как бы, в обычной жизни, да, условно. То есть, получается, у нас есть некий класс, некие объекты, ты им задаешь сначала дефолтный порядок сортировки через метод comparable, то есть, ты реализовываешь этот интерфейс, дальше, если тебе в некоторых местах нужны какие-то внешние порядки, делаем там через компаратор. То есть, мы компаратор вообще можем, не знаю, взять папочку, назвать ее, там, package, назвать его comparators, внутри написать все компараторы, которые нам нужны, там, на все возможные классы, и здесь там писать не new, а просто использовать тот, который нам нужен. Но при этом comparable у нас типа относится как к единице класса и описывает именно ее порядок в своемодействии с ее же объектами. Отлично. Компаратор это же интерфейс? Да. И мы можем так говорить? Да. Это называется анонимные классы, про которые мы говорили. То есть, есть... Ну, какая разница? Да, отлично. Теперь мы поговорим про алгоритмы. Вот. Значит, я думаю, все понимают, что такое алгоритмы, это некий набор функционала, который делает нам жизнь лучше. Назовем это так. Вот. Значит, все возможные алгоритмы нам полезны лежат в классе Collections. Это то же самое, что класс Collection, о котором мы говорили, только с буквы КС. Вот. Там все методы статичные, приватный конструктор, то есть, вы этот объект не создаете, можете только обращаться. Вот. Значит, что там есть? Там некие простые операции, сортировки, двоичные поиски, минимум, максимум, ну и разные там какие-то оболочки, о них сейчас мы чуть-чуть поговорим. Первый из такого, из полезного, у нас там есть метод Reverse, да, то есть, вы передаете ему туда лист, он вам в этом же листе, не создавая объект, меняет эти все элементы в обратном порядке, и вам, типа, и у вас уже все сортировано, то есть, все перевернуто, да, довольно удобно. Значит, дальше есть копирование, заполнение списка, то есть, с копированием мы передаем один лист, второй лист, то есть, откуда и куда, да, получается, что там, единственное ограничение, чтобы были как минимум, второй, куда мы копируем, чтобы был размер, не меньше откуда копируем, вот, дальше он там, в случае, если больше добавит его, заполнение списка, там, метод Fill, собственно, если вы хотите, там, инициализировать некий ваш лист, каким-то дефолтным значением объектов, что в целом очень полезно, допустим, не знаю, вы, там, нужно, чтобы на каждой итерации какого-то алгоритма или какого-то цикла ваш массив или ваша коллекция всегда была заполнена одними и теми же числами, нулями, пятерками, единицами и так далее. Вместо того, чтобы писать for, там, там, collections.fill и погнали. Функции перемешивания, то есть, shuffle, также передаем shuffle с нашим листом, он как-то сам шаффлит, при этом мы можем передать туда наш класс random, который лежит в пакете java.util.random, это некий наш порядок того, как мы хотим, чтобы у нас рандомизировались элементы, да, то есть, мы как бы делаем такой, типа, условно, нерандомный рандом по какому-то своему видению того, как там, не знаю, там, может быть, по количеству единиц в двоичной записи, в общем, неважно. То есть, мы сами можем задать некий рандом, по которому наш, то есть, каждый раз, когда алгоритм будет шаффлить ваш лист, он будет обращаться к вашему рандому и говорить, дай мне что-то рандомное и мешать. Про сортировки. Да, значит, отлично. Значит, в классе collections реализована устойчивая сортировка мерш-сорт. Вот здесь два понятия, которые можно спросить. Первое, кто знает, что такое устойчивая сортировка? Да, отлично. То есть, если у вас были некий список элементов, вы их отсортировали, и, значит, один элемент был, позиция его была в изначальном массиве типа левее, чем точно такой же элемент, но дальше эта позиция при сортировке останется. Отлично. А мерш-сорт? Как она работает? Да, то есть мы там условно как-то делим наш массив, отдельные кусочки сортируем, а потом их, получается, вверх смерживаем. Да, в Java есть стандартный механизм сортировки называем метод-сорт, куда мы передаем лист, он сортирует его с точки зрения элементов в естественном порядке, и мы также можем передать некий компаратор, который его сортирует по тому алгоритму, который вы дадите сами. Да. Можно мерш-сорт как-то примерим? На мерш-сорт? Давай после покажу тебе пример, там сейчас расписывать будет. Ну, в целом, хорошо, давай попробуем. Все очень быстро. Вот, смотри, у тебя, вот у тебя есть там 5, 1, 3, 8. Хотим отсортировать по возрастанию, да? Давайте разделим его вот так пополам, да? Отлично. Теперь разделим, то есть вот у нас получается теперь есть два списка, этот и этот. Давайте разделим этот еще пополам. У нас получается теперь есть один список, 5, один список, 1, также с тройкой и с восьмеркой. Теперь мы смотрим, вот этот список у нас отсортирован? Да. Отлично. А вот этот список тоже отсортирован. Когда у нас есть два отсортированных списка, нам на самом деле очень дешево и понятно, как сделать общий список тоже отсортированный, да? Мы просто бежим по элементам, ну и смотрим, типа какой элемент мы берем вперед и получается у нас будет здесь список 1, там 1 и 5. Отлично. Здесь то же самое, то есть сначала берем тройку, потом восьмерку. Значит дальше начинаем мерзжить эти два списка, у нас получается начинаем бежать по элементам, что видим, что опана единица первая, дальше не пятерка должна быть, получается там вот передвигаем здесь указатель на второй элемент, здесь понимаем, что у нас тройка, там передвигаем сюда, у нас получается пятерка и восьмерка. То есть мы сначала добили до самых нижних элементов, убедились, что они у нас отсортированы, потом поднялись наверх, померзли разные куски и в итоге получили отсортированный кусок. Да? Что здесь такого устойчивого обычного сортирования? Да, то есть нет, смотри, если у тебя… Есть несколько пятерок. Да, если у тебя, смотри, была вот здесь пятерка, то индекс этой пятерки будет всегда меньше, чем индекс этой, в других сортировках это может не гарантируется, может быть, если пятерка была словно на позиции 0, а та на позиции 5, то после неустойчивых сортировок они могли поменяться местами. Значит, за сколько работает этот алгоритм? Н квадрат. А почему за квадрат? Да, работает за n log n. А сколько памяти нужно дополнительной? Да, нужно действительно n памяти. Вот, причем, действительно, это если вам кажется, что вы пишете сортировки лучше, чем стандартные, это неправда. Значит, внутри вообще вот все, что мы сейчас говорим про class collections, да, внутри все методы, которые как-то взаимодействуют, они на самом деле у них, они внутри понимают, что на самом деле за объект с ними работает. Вот что значит, допустим, там, сорт мы можем передать array-лист, да, как у нас там, словно обычный наш лист, или, допустим, linked-list, да. То есть в целом, если мы будем сортировать эти два, на самом деле, кардинально разных объекта, да, там, из того, как они строятся, да, то есть у нас там есть индексы, в linked-listе их нету, то получается, если бы мы там внутри наших алгоритмов этого бы не разделяли, то есть не проверяли, что там для одного случая делаем одну сортировку, условно, для другого другую, или какие-то другие методы, то у нас для каких-то объектов коллекции у нас бы там методы работали по одному, там, по скорости, по памяти, а для некоторых по другому. Вот на самом деле внутри collections очень много различных кейсов, которые предусмотрели разработчики, поэтому там в большинстве случаев, там, сорты, даже если вы хотите написать свою кастомную сортировку, да, то вы сюда лучше передайте с компаратором и отсортируйте, потому что он внутри будет сразу понимать, как ему там писать оптимально для linked-листа, для array-листа и так далее. То есть он понимает конечный объект, с которым работает, и оптимизирует для него работу сразу. Пойдемте дальше. Значит, двоичный поиск. Кто знает, что такое двоичный поиск? Отлично. Ну, спрашивать не будем, просто посмотрим. Значит, двоичный поиск, когда он работает? Да, когда у нас есть какой-то порядок в нашем списке. Вот получается, у нас есть там binary search, когда мы передаем наш список, передаем наше значение, и он нам также может вернуть, собственно, там, с естественным порядком или с внешним порядком, в зависимости от того, как мы его задали. Вот, значит, что он возвращает? Значит, если элемент найден, да, то он вернет индекс этого элемента. Все правильно. Если элемент не найден, то он вернет вот такое вот странное выражение. Вот, он индекс места вставки, да, то есть в то место, куда мы ему вставим. Сейчас, поэт, и там минус, то есть смотрите. Вот если у нас, например, есть, что у нас там есть, допустим, 3, 5, да, мы ищем четверку, то мы ищем пятерку, да, что там, допустим, 0, 1. Вот если мы ищем пятерку, то получается, нам вернут вот единичку, да. Если мы ищем четверку, то, по идее, она должна стоять вот здесь, да, между ними. Вот, значит, нам вернут индекс этого места и еще минус единицу. Вычтут из нее. Кажется, что очень странно. Вопрос. Почему такое странное выражение? Давай. Ну, если бы мы, ну, сейчас, чтобы мы точно знали. В общем, если у нас должно стоять на нуле. Сейчас как бы это смотришь. Не, просто, чтобы мы знали, после какого элемента вставить. Да, ну зачем минус единица еще? Ну, потому что... Ну, то есть индекс места вставки, понятно, да? То есть вы понимаете, что это там индекс того, типа, куда нас вставили. Точнее, даже нет, не так, нет, смотрите, не так. Неправильно сказал. На самом деле нам вернется не индекс места вставки, а минус этот, то есть минус это значение. То есть в данном случае, вот если мы ищем четверку, что нам вернется? Да, то есть нам вернется там, условно, по формуле, это минус один, минус индекс вставки минус один, да, и будет там минус два, условно. Вот. То есть там, условно, если там убрать вот эту часть, то есть минус индекс вставки, вроде все понятно, да, то есть там, минус для того, чтобы мы при бинарном поиске проверяли, что если больше нуля, то мы нашли наше значение, то есть это будет первый случай. Если меньше нуля, значит мы не нашли, но знаем индекс места вставки. Зачем еще минус единица? Да, на самом деле есть два крайних случая. Первый – это для того, чтобы нам отличать нулевой элемент с той же самой вставкой. Если бы мы не вычитали эту минус единицу, у нас был бы 0, и 0 равен 0, мы бы не понимали. На самом деле мы не нашли, или нам нужно вставить на нулевую позицию. Окей, пойдемте дальше. Значит, алгоритм минимум-максимум, то есть здесь уже некий collection, он нам находит минимальный элемент по компаратору, ну и те же самые схожие элементы для максимума. Все равно все есть. Да, отлично, давайте посмотрим, например, здесь я, по-моему, накидал все, что у нас было. Вот, то есть мы там создаем некий лист ABCD, что мы здесь делаем? Реверс. Мы его разворачиваем, что у нас получается? Да, отлично. Дальше сортируем, что получается? ABCD. Ну, то есть мы сортируем список с неким компаратором, то есть с неким внешним порядком. Какой мы порядок накладываем? Ну, там, может догадаться, что это. Какой порядок? Да, то есть это как бы без регистра, в нашем случае это не очень интересно. Поэтому что мы здесь получим? Да, здесь? 4 ОМГ. Да, 4 ОМГ. Получается максимум, минимум. Чему у нас будет равно? Ну да, то есть, например, не очень интересный, но в целом да. То есть, да, здесь мы найдем максимум, а здесь находим тот же самый максимум, только по другому порядку, что в нашем случае тоже не интересно. Ну да, вот такой пример. Пойдемте дальше. Значит, в Classic Collections есть некий задефанитый набор специальных коллекций, которыми можно пользоваться. Вот это empty set, empty list и empty map. То есть вам сразу можно вернуть некий пустой список, да, то есть когда вы не знаете, у вас там закончился или просто, допустим, ваш алгоритм или ваш метод должен в некоторых краевых случаях возвращать какие-то пустые коллекции, да вам не нужно их создавать, тратить время, точнее, тратить память на то, чтобы держать пустой массив, если вы знаете, что дальше с ним ничего делать не нужно, можно просто воспользоваться пустым множеством, прокинуть его и работать. Значит, то же самое есть только не с пустым, а с единичными коллекциями, да, то есть метод singleTone вернет множество из одного элемента, singleTone list список и singleTone map отображения. Причем вот здесь вот синглтон должно быть, кажется, что должно быть set, да, но это не я не забыл на самом деле, это вот разработчики в свое время этого немножко не учли, вот поэтому синглтон возвращает просто множество, то есть там в каких-то версиях сначала не было листа и мэпа, потом поняли, что механизм хороший, добавили, но вот исправлять уже, к сожалению, название это тяжело. Ну, то есть да, то есть мы здесь singleTone, то есть мы там делаем singleTone list, передаем сюда один элемент и нам возвращает список, состоящий из одного элемента, то есть там здесь возвращается list, здесь set, здесь map. Значит, то же самое можно сделать и неизменяемыми коллекциями, да, то есть unmodifiable set, sorted set, unmodifiable list и так далее. То есть мы туда передаем некий лист, да, он оборачивается в неизменяемую коллекцию, которая на абсолютно все методы бросает exception. Как вы думаете, зачем это нужно? Да, на самом деле, действительно, как бы это не звучало это так, то есть вы пишете некий код, да, там, выкидываете вверх куда-то свое API, чтобы кто-то использовал, и вы знаете, что если с этой коллекцией что-то случится, у вас все рухнет, поэтому вы делаете unmodifiable или, там, unmodifiable list, передаете туда, и никто с ней ничего не сможет сделать в рамках изменений, что-то довольно-таки удобно. Значит, что еще? А, вот, да. Переходим к алгоритму на массивах. У нас вот помимо collections есть там отдельный класс arrays, который может сделать сортировку, двоичный поиск, да, и так далее. И вот он может сделать asList, о чем мы говорили, то есть он возвращает лист из некого generica t, где вы там через запятую передаете те элементы, которые должны быть у вас в массиве, да. То есть вы просто через запятую их указываете, и в конечном счете вам вернется уже готовый лист. Да, отлично. Да, это почти то же самое, как с коллекциями, только на массивах. То есть там у нас array list от int, здесь у нас массив от int и можно делать все те же самые, ну там плюс-минус все те же самые действия. Да, отлично, пойдем к reflection. Значит, reflection это некая технология в Java, вот в C++ ее до недавнего времени не было, не знаю, есть ли сейчас, которая может помочь делать следующие штуки. Значит, мы когда скомпилировали наш код, да, то мы в моменте исполнения можем смотреть на то, какие типы данных у нас есть у тех или иных объектов, у тех или иных классов и в зависимости от этого там ветвить свою логику, да. То есть мы можем в runtime понимать для каждого объекта, какой у него есть тип, там, не знаю, копаться в его методах, смотреть на его поля. То есть получается мы, как бы, такой, там, программа, которая стоит чуть рядом, которая может, там, зайти в конкретный объект, спросить, там, дай мне все свои поля, не знаю, там, расскажи мне, какие у тебя есть методы и так далее. То есть это, давайте сейчас погибнем прямо подробнее, думаю, что проще будет рассказать на примере. Вот, значит, смотрите, у нас в Java есть некий класс, который называется class, класс, вот, который параметризован дженериком, вот, вот эта конструкция, класс называется type-токеном, вот, и она есть абсолютно у каждого объекта и у каждого класса в Java, да, то есть как только наши классы там загружены в систему, как только вы начинаете создавать ваши объекты, у них у всех есть основа в виде класса класс, да, который его и как-то характеризует, да. Вот, значит, что есть информация у, то есть я не буду называть это класс-класс-класса, я буду называть это type-токен, потому что получится какая-то странная конструкция. В общем, какие есть информации в type-токене? У нас там есть разные структуры, то, как мы наследуемся, какие есть методы и так далее. Давайте чуть поближе познакомимся с этим. Вот, значит, как нам вообще получить этот тип? Вот, у класса, как мы помним, когда мы смотрели на класс object, у него там были уже какие-то методы, которые есть у каждого объекта, там, как equals хеш-код, здесь есть также вот get-класс, он, в свою очередь, нам возвращает, собственно, возвращает этот type-токен, да, собственно, вот type-токен, у которого тип класс. Вот, значит, помимо как времени исполнения, этот тип можно взять во время компиляции, указав соответствующий тип и класс. Ну, например, вот мы, допустим, можем взять linked-lead.class, нам что вернется в этом случае? Да, то есть нам вернется, на самом деле, класс от linked-листа, да, с syntом то же самое, то есть там, нам вернется, про массивы мы очень попозже поговорим, но в целом то же самое, да, то есть мы можем вернуть некое описание внутренности, да, то есть это, на самом деле, внутренности нашего кода, внутренности java-машины, внутренности тех объектов, с которыми мы работаем, мы можем все это дело узнать при исполнении с использованием type-токена. Что? Про примитивы чуть попозже поговорим, там есть интересный нюанс. Значит, что мы можем понять по нашим type-токенам? То есть вот мы его получили, у нас есть большое количество методов, которые нам могут понять, что это такое, что это аннотация, поговорим там на следующих занятиях, что это там у нас массив, что это может быть примитивным типом, что это там перечисление, интерфейс, даже можно узнать, что это класс, и в случае того, что это класс, узнать, есть это анонимный, локальный и так далее. То есть мы можем у type-токена вызвать методы из что-то и получить true-false, подходит ли он, типа, к тому или иному классу. Что мы можем получить? Можем получить и имя класса. Как это делается? Мы можем получить, в самом деле, три метода, как это получить. Два простых — это getName и getSimpleName. Первый возвращает полное имя, а второй возвращает простое имя. Вот давайте, смотрите, если у нас есть, предположим, у нас есть там наш package какой-нибудь, то есть это там место, где лежат, назовем его P, даже не так. У нас есть вот package P, потом в нем есть класс там A, и у него есть наследник B. Вот, там B, да, вот так вот. Вот в случае getSimpleName что мы вернем? Да, в случае getName… Да, мы вернем на самом деле P, A, B. То есть это полное имя, начиная от названия пакета и заканчивая самым последним классом. Вот. GetCononicalName возвращает плюс-минус то же самое, там, за исключением некоторых тюансов. Наверное, про них не будем говорить. В целом обычно используется там getName, getSimpleName, которые возвращают нам имена классов. Значит, по структуре мы можем также запросить предка, да, то есть мы можем взять type token, предка которого мы унаследовались. Вот, можем взять список интерфейса, который мы реализуем, и некие модификаторы. Вот, про модификаторы, по-моему, если… А, ну, то есть это модификаторы доступа, там, в целом, не знаю, какие у нас есть модификаторы, кроме доступа? Еще дополнительно. Да, ну, собственно, там private public и так далее. Нет, то есть они будут возвращаться в виде int, где потом мы можем по каждому из них посмотреть. Вот, значит, что мы можем делать в runtime? Значит, если у нас есть один type token, есть другой type token, мы с ними как-то оперируем, мы можем вызывать разные методы, чтобы понимать, относится, там, кастится ли один к другому, вообще в каких взаимоотношениях они находятся. Вот первый метод – это isAssignableFromClass, да, то есть мы можем здесь спрашивать, то есть у нас, условно, есть, там, допустим, есть объект A, да, мы там говорим A.class, точка, там, isAssignableFor, isAssignableFrom, и сюда передаем B.class, да, и нам, получается, вернут, можно ли к A скастить B. Вот в каких случаях эта штука вернет true? Первый вариант, что еще? Если A на последний B, в каких случаях? Ну да, если это интерфейс, а это вариализация, то в целом то же самое. Ну и если они равны, если A равен B, то isAssignable, там, A isAssignableA тоже будет равно. Да, отлично, и можно сделать то же самое, только уже не с TypeToken, а с каким-то конкретным объектом, да, причем, если на них посмотреть, то если мы здесь, условно, object сделаем точка класс, то получится тот же самый метод, только который называется чуть по-другому, да. Все эти методы делают одно и то же, просто один на TypeToken, второй на объекте. Вот, ну и можем заниматься приведением типов, да, то есть привести ссылку к типу, и там тоже с ней, также можем запихать ее в isAssignable и что-то с ней поделать. Вот, значит, пойдем к структуре класса. Значит, структура нашего класса описывается интерфейсом member. Вот, то есть мы сейчас, когда будем заниматься на практике и писать, вот будем использовать все эти структуры. Вот, значит, интерфейс member, что мы можем с него взять? Во-первых, можем взять класс, в котором он определен, да, то есть там имя члена getName и такие же модификаторы. Модификаторы там есть чуть попозже, как их понять, но в целом там нам вернется некое целое число, которое там в битовой маске опишет, какие модификаторы у нас доступны. Вот, ну, собственно, вот да, модификаторы, какие у нас есть. Это класс modifier. Что мы можем сделать там слева? Получается понять абстрактный ли он там, является ли он final, является ли это интерфейсом, там, private, protected и так далее. То есть мы вот здесь вот там запросили модификаторы, и по каждому из них вот можем сюда передать. Он, получается, пойдет, посмотрит эту константу, вычленит эти битики и проверит, что если они есть, значит, она константа. Ну вот, довольно удобно. Значит, теперь к полям. Значит, у каждого класса могут быть поля. Значит, как нам их получить? Мы можем взять getFields, он вернет нам все поля, которые есть в этом классе, в этом TypeToken, да. То есть у нас TypeToken это некие описание там того объекта, с которым мы работаем, вот чтобы нам получить его поля и что с ним сделать, не знаю, посмотреть их название, либо понять там, не знаю, что в них лежит. Можно взять getFields и их достать. Если мы знаем имя, можно достать конкретное поле. Вот. Да, плюс есть getDeclaredField по имени, который возвращает поля, но у этих двух методов есть разница, она большая. Значит, первый возвращает нам все неправит и protected поля, то есть он возвращает только паблик. Вот. А getDeclaredField возвращает нам вообще все поля, что у нас есть. И правит, и protected, и паблик. Всю вот эту сборную солянку он возвращает. Вот. Что? Они не нарушают доступ. Чего? Про доступ поговорим чуть-чуть попозже. В целом это как раз таки сделано для того, чтобы мы могли… Ну, то есть не всегда нам нужно понимание наших правит и protected полей, да, поэтому вот чтобы там разграничить разные доступы, как раз таки выделяются все общедоступные поля и те, которые как бы имеют другие модификаторы. Вот. Ну, значит, что с классом field? Можем взять его имя, можем взять его тип с прям твердым знаком. Да, также можем прочитать ссылку, которая на нем есть. Ну и понятно, что у нас есть здесь get со звездочкой, там может быть любой примитивный тип, можем достать его значение. Там getIn, getString, ну и так далее. Значит, про методы. Про методы примерно все то же самое, тоже за исключением одного но. Значит, getMethod возвращает все, вот. А там getMethod, мы можем передать сюда его имя и какие-то параметры, и вернуть тоже конкретный метод. Вот вопрос, как вы думаете, почему здесь нужны параметры дополнительно, почему нам не хватает только имени? Да, отлично. На самом деле, если у вас есть несколько методов, в которых разное количество аргументов, то это разные методы. Если мы просто передадим туда имя, мы не сможем понять, какое вы все-таки хотите взять. Вот. И getDeclaredMethod там по аналогии возвращает то же самое. Значит, смотрите. вот getMethod возвращает нам все методы, которые есть в этом классе. Вообще все. Вот. А getDeclaredMethod возвращает вам все методы, которые есть здесь, и те, которые есть в предках. Очень важный нюанс, да? То есть возвращает сразу, то есть он возвращает все методы по иерархии, типа, с ближайшего предка. То есть возвращает все, которые есть в этом классе, и получается в TypeToken его предк и там в его интерфейсах. То есть у тех, у кого у него есть прямая связь. Да? А getDeclaredFuse он не возвращает? Нет. Он не возвращает. Угу. Вот. Значит, вопрос, зачем это нужно? Значит, смотрите. Ну, поймем на практике. Там это ой, как нужно будет. Да, отлично. Значит, да, с классом метода. Собственно, вот мы вернули наш метод. И что мы с ними можем делать? Значит, первое, посмотреть его имена, параметры. Полезная штука. И на самом деле мы можем этот метод взять еще и вызвать. Это очень крутая штука. Да, то есть у вас есть некое описание метода, да, в виде TypeToken. То есть у нас есть некое описание класса, которым… То есть у нас там… В какой-то части… В нашей программы части логики мы можем в легкую забрать там все текущие объекты, все текущие классы, которые у нас есть, да, их описание какое-то, которое представлено в виде там неких сущностей в виде класс, там, методы и так далее. То есть мы можем там взять какой-то объект программы, который мы сейчас используем, найти нужный нам метод, да еще и вызвать его. То есть не делать это в коде прям вот при моменте компиляции, да, то есть вы не говорите, что там, не знаю, вызови мне в моменте, там, вы пишите там public static white main, берете некий объект там a и в нем вызываете там a, не знаю, . func, да, то есть вызываете некую функцию. Вы можете это сделать в runtime, да, беря этот TypeToken и вызывая те методы, которые вам нужны. То есть получается, что вы условно можете сделать там приложение, которое бы условно запускалось, ждало оба у вас там команды, там, не знаю, от вашего сервера. В зависимости от того, там, какую функцию вызвать, в runtime запускать те или иные функции в вашем уже запущенном коде. На самом деле выглядит как магия, но в целом очень полезная штука. Она позволяет так более абстрактно описывать вообще нашу работу с объектами. Вот, при этом, если что-то пойдет не так, то вызывается invocation target exception, да, говорящий о том, что, допустим, этот метод вызвать нельзя. Или, там, те аргументы, которые вы передали, там, случилась какая-то ошибка. То есть если случается некий exception при вызове метода, не знаю, там, checked или unchecked exception, да, то нам возвращается не этот exception. Ну, не знаю, например, вы вызвали, там, допустим, по нашим примерам, помните, где у нас была дробь, да. Вот если вы вызовете функцию подсчета перевода, там, обычной дробьи в десятичную, да, и у вас знаменатель окажется ноль, да, что мы делаем? Мы выкидываем exception, да, говорим о том, что у нас там знаменатель нулевый. Вот получается, если мы здесь вызовем invoke и внутри случится exception, то нам вернется вот этот exception, invocation target exception, где внутри будет содержаться exception, который выкинулся этим методом. Понятно? Отлично. Так, значит, переходим к конструкторам, да, конструктор у нас отдельный объект, вот, мы также можем их получить, все конструкторы, да, можем получить какой-то конкретный конструктор, ну и, собственно, там, объявленные в зависимости от предка, там, get declared constructors. То есть получается, что мы можем взять объект, его некое описание, некий type token, взять его конструктор, это может быть там дефолтный, не дефолтный, и создать этот же экземпляр, имея instance его конструктора. Чудеса. Так, значит, что у нас есть у конструктора? Там есть у нас параметры, есть исключения, через которые он пробрасывает, и как нам вот создать объект? То есть у нас есть некий тип конструктора, да, то есть, допустим, не знаю, давайте на примере, то есть у нас вот есть некий конструктор, конструктор C, да, мы его как-то заинициализировали, то есть он там, у нас, по-моему, пример есть дальше, но не суть, есть там, который принадлежит некому классу, некоторому объекту, не знаю, у нас здесь есть объект A, там класс A, да, и у него есть здесь конструктор. Вот. То есть мы там условно взяли, не знаю, A get constructors, constructors, там первый конструктор какой взяли. Вот, то есть на самом деле, имея конструктор этого класса, мы можем быстро создать из него объект. То есть взять там C, у нас есть там new instance, отсюда прямо вызвать его, отсюда new instance и получить объект типа A, да, то есть имея просто конструктор в виде type-токена, через метод new instance можно получить новый объект. Вот. Значит дальше, можем получить все классы, все интерфейсы. Вот. Да, по поводу, правильно как сказали, что делать с праведными методами, с праведными полями, значит по умолчанию доступа нет, но его можно запросить. Вот. Значит по умолчанию вы, если с ними будете работать, выскочит exception illegal access, да. Но при этом, если мы хотим работать с приватными членами, то мы говорим set accessible, говорим true, да. Это означает, что мы в явной форме говорим Java машине, что мы через механизм reflection можем работать с приватными полями. Вот. И при этом можем еще проверять, чтобы не вылезал exception, что если нам разрешено, то мы можем с ними работать. Но. Значит в Java есть некий механизм секьюрности, вот он называется security manager, и если его включить и правильно настроить, то даже если вы запросите ваши там приватные поля, то у вас вылетит exception и скажет, что вы не можете этого делать. Ну логично, да, что если вы перейдите какой-то софт на Java, какое-то приложение, которое там взаимодействует с ключами и так далее, было бы глупо давать возможность там смотреть какие-то приватные поля, их может быть как-то менять, а менять это можно, имея там структуру класса, да. И получается тогда можно было бы обходить все препятствия, но там возможности при секьюрности нет. Вот. Давайте наконец посмотрим что-нибудь. Отлично. Вот смотрите, у нас есть некий класс test, вот мы запускаем там new test print class, значит идем сюда, значит достаем type token текущего класса, да, берем get class, дальше бежим по всем полям, да, по всем полям и печатаем их. Вот что в данном случае у нас распечатается? Объявленные поля. Да. Какие у нас есть поля объявленные? Ну полей нет, как видим, да, то есть как бы печатать нечего. Дальше идем к конструкторам, то есть мы можем перебрать все конструкторы. А какие у нас здесь есть конструкторы? По умолчаниюа. Да. По умолчанию. Я не помню на самом деле добавится оно не добавится. Но суть того, что здесь дополнительных конструкторов у нас нет, он бы его распечатал в виде того, что у нас есть конструктор, то есть полное его описание. Дальше бежим по всем методам и печатаем их. Вот что в данном случае у нас распечатается? Да, то есть у нас распечатается сигнатура main и print класс, да, то есть которая позволит нам... то есть вот здесь вот мы перебираем метод на самом деле. В тот момент времени, когда дойдем до print class, у нас здесь будет лежать описание этого метода. Мы внутри него можем опять вызвать этот метод. Получается, внутри него можем уйти в рекурсию и вот так вот бегать. Такие могут быть тоже нюансы. Вместо того, чтобы здесь вызывать print class, можно было сделать то же самое через метод. Сейчас поиграемся, на это все посмотрим. По поводу конструктора. Отличный пример. Вот смотрите, у нас есть некий new instance, который создает нам некий экземпляр. Что делаем? Берем type token класса integer, да, integer.class, достаем его конструктор. То есть мы говорим, что дай нам конструктор, который принимает int. Отлично, нам вернули конструктор. Дальше мы говорим, давайте мы создадим теперь настоящий int. Да? То есть мы берем, делаем конструктор точка new instance и передаем число, с которым этот конструктор инициализируется. Получается число 100. И получается, мы можем закастить уже его к int. Ну, конструктор new instance возвращает некий объект, то есть конструктор у нас, то есть да, на самом деле вот здесь подчеркивается желтым, если бы мы здесь параметризовали бы integer, то есть конструктор с generic обработает, тогда бы здесь не нужно было кастить. Вот, получается, он возвращает integer, мы его можем распечатать. То есть либо вы делаете условно integer i равно new integer от 100, либо можно делать вот такие прикольные вещи. Вот. Значит, теперь с массивами. С массивами плюс-минус то же самое. У нас есть класс array, да, в reflection. Мы вот так же можем передать там new instance, класс, с которым создать наш массив и там его длину, да. Вот. И передать или там передать его измерения для того, чтобы мы создали многомерный. Вот. Собственно, чтение записи массива делается примерно так же. Мы можем взять там get, взять у некого массива его индекс, там проставить значения, там взять, получается, вот get какие-то примитивные типы данных. То есть весь тот набор элементов, то есть все те, которые мы можем сделать через наши квадратные скобочки, можем сделать через reflection и класс array те же самыми методами и получить те же самые значения. Вот. Значит, что происходит с массивами при их описании, да, то есть при их печати. Вот. Значит, смотрите, как в случае того, что если у нас есть type token массива, и мы хотим понять, что это за класс, там, в строковом виде, значит, Java печатает следующим образом. Она печатает количество вот таких вот открывающихся квадратных скобок, которые как можно было бы, как это быть, чего они обозначают? Да, ну, действительно, они обозначают размерность, а дальше имя типа, которое вот перечислено в табличке, то есть там, не знаю, для w это буква d, для шарта это буква s, которые как раз-таки нам укажут, сколько измерений в этом массиве и какой это тип. Давайте посмотрим на примере. Вот, если мы посмотрим тип нашего массива, то понятно, у нас получается, почему здесь класс, непонятно. Да, здесь, наверное, вот эта штука не нужна. Вот здесь у нас одна квадратная скобка, которая говорит о том, что это размерность 1i, получается i большая, которая говорит о том, что это int. Вот, если мы печатаем int.class будет просто int, а если массив объектов, да, в случае, если это не примитивный тип данных, также у нас в типе указывается количество его размерностей и полное имя типа, да, то есть, если у нас там не массив объектов, а, не знаю, там, массив каких-то, не знаю, там, класса А, то здесь будет полное имя класса А. Вот, отлично. Значит, смотрите, это все хорошо и прикольно, но этот национальный механизм очень полезен, когда нам в моменте исполнения мы еще не понимаем, с какими классами мы можем работать, и мы можем в процессе что-то дозагрузить. Да, там, допустим, хороший пример то, что, не знаю, если у вас там мало ресурсов, вы не хотите работать там с кучей разных классов, поэтому загружаете только часть там ваших базовых классов, которыми вы работаете, а остальные подгружаете по ходу. Или там второй вариант, например, что к вам по сети приходит там какая-то информация, вы подгружаете все новые и новые значения, чтобы не останавливать вашу работу, и как бы все прекрасным образом работает. Значит, вся история с новыми классами работает через класс Loader, да, то есть вы вот можете использовать метод loadClass, указать ему некое имя, и он выдаст вам, получается, type-токен класса по некому пути, который вы зададите. Вот, причем здесь есть флажок Resolve, он такой, он указывает вам то, что если вы там передадите в него false, то он не будет сразу унициализировать его, чтобы там не тратить память, пока просто его загрузят, и при первом обращении уже там унициализируют статические поля, блоки и прочее. Вот. Плюс вы также после загрузки можете найти некий загруженный класс и там, или в библиотеке. ResolveClass с библиотеками не очень понятно, что такое. Но вот loadClass, сейчас мы посмотрим на вот такие два метода, которые мы сейчас будем использовать. Вот, значит, первая история. Мы, допустим, захотим... Да, вот, смотри, есть два метода, getResource, getResourceStream. Они нам позволяют загрузить ресурсы по некому, опять-таки, пути в нашей файловой системе, или, не знаю, по пути того, как они к нам прилетают по тому же интернету. Вот. И получается, что в этом моменте использования мы получим вот... Сейчас, где этот пример? Вот, давайте посмотрим на конкретный пример. Вот, то есть мы хотим получить... Да, отлично. Вот, смотрите. Мы создаем некий файл, да, new файл от текущей директории. Вот, приводим его к ресурсу, который мы называем url, да. Дальше берем класс name и загружаем по этому url наш файл. Что происходит? Мы берем наш класс loader, который... То есть берем наш instance класс loader, который умеет загружать по url, да, то есть из файловой системы. Вот, передаем его туда, наш злосчастный url, да, в котором в нашем случае там текущая директория, вот, подгружаем из этого класс loader класс с индексом test, с названием test, да. У этого, то есть получается, вот в этот момент времени, да, когда мы подгрузили по класс loader объект с названием test, мы на самом деле вот здесь вот получили instance объекта test, который лежит у нас там в директории, который мы указали здесь, да. То есть на самом деле мы можем загружать наши классы по любому пути, который только можем... который можем захотеть. Вот в этом случае нам помогает там история про то, что есть там интерфейсы класс loader, да, реализации, которые пройдут по нужному пути, подгрузят этот класс в java-машину и ведут его к type token, да. То есть вот здесь мы получили там наш класс test, дальше берем его метод main, да, который вот как раз-таки принимает стринг, да, то есть там получается у нас public static void main со string args. Получается, дальше вызываем этот метод, да, на неком нулевом, новом объекте, то есть на каком-то, неважно на каком, и передаем туда нашу строку. То есть вот после исполнения этого куска кода что произойдет? Значит, мы пошли в файловую систему по пути, нашли там класс test и запустили у него функцию там static void main с hello. То есть получается, из этой штуки мы умеем подгружать по нужному пути разные другие подпрограммы и их запускать. То есть вам достаточно на самом деле, не знаю, написать, например, как из примеров, где это можно использовать. У нас есть разный разбросанный код, там, не знаю, где-нибудь на сервере, который в зависимости от времени может подгружать определенные классы, запускать их, чтобы они дальше что-то делали, да. Причем вот что запускать и там, как это запускать и во сколько, вы можете также приходить извне, там, диктовать вашей программе, что делать. Она будет в реалтайме получать эти данные, подгружать нужные классы и их запускать. Почему у нас метод invok и передованный к нам? Да, смотри, это говорит о том, что вот здесь мы передаем объект, на котором мы хотим это запустить. То есть нам на самом деле для того, чтобы запустить main, нам объект никакой не нужен. Вот, значит, суммарно, что мы умеем делать с рефлекшном? Значит, первое, мы можем анализировать классы во время исполнения, да, то есть когда мы исполняем какой-то код, мы в любой момент времени можем пойти под загруженным классом, загруженным и так далее, узнать какие-то данные в зависимости от этого, делать разные действия. То есть мы можем строить логику на том моменте, в том моменте времени, когда мы работаем с конечными классами. Значит, дальше создавать экземпляры классов, как мы уже видели, через чудо-магии конструкторы, вызывать разные методы, оперировать значениями полей по имени, да, то есть как бы очень прикольно, когда, не знаю, ваш класс поменял какое-то значение, да, чтобы каждый раз там его не делать лист, который его слушает, можно написать программу рядом, которая, не знаю, раз в минуту чекает состояние его полей и в зависимости от этого там как-то кого-то нотифицирует или что-то делает. Вот, там, создавать, оперировать массивами. В общем, мы на самом деле через рефлекшн, имея type-токены, можем делать более-менее все, даже то, что можем лезть внутрь, к приватным полям их как-то менять, с ними что-то делать. Да, отлично. Значит, теория на этом закончилась. Продолжение следует...